Соревнования проходят по инициативе Международной и Европейской Ассоциации Бокса Федерации Бокса России совместно с Федерацией Бокса Анапы. Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Англия. Такое количество иностранных гостей спортивный комплекс «Лок Витязь» встречает впервые. Греция! Хангрия! Венгрия! Айрланд! Ирландия! В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Федерации Бокса России Умар Кремлев, президент Федерации Бокса Германии Юрген Киас, руководитель спортивного департамента города-курорта Анапы Сергей Ткаченко и многие другие. Я думаю, что мы с этого стартанем и у нас больше будет таких мероприятий проходить именно в Краснодарском крае, потому что у нас в следующем году запланирован чемпионат мира 2019 года в Сочи. Мы счастливы, что первенство Европы проводится в России. Мы выражаем огромную благодарность организационному комитету города-курорта Анапа за великолепную организацию этих соревнований. Желаем всем участникам справедливого судейства, честных поединков и уверенных побед. Открыл чемпионат поединок девушек из Турции и Польши в весовой категории 46 килограмм. Спортсменка из Турции сразу выбрала высокий темп и наступательную позицию. Работая на длинной дистанции, она не давала сопернице уйти в клинч и завязать ближний бой. Тактика увенчалась успехом. Уже во втором раунде турчанка одерживает уверенную победу. В чемпионате также участвуют и российские спортсмены. 14 юношей и 12 девушек в весовых категориях от 46 до 80 килограмм. Чаараф Ашалаев представляет сборную России. В своем поединке использовал тактическое преимущество – более высокий рост. Благодаря этому наш боксер смог эффективно реализовать атакующие действия. Как результат – заслуженная победа. Победу по очкам в этом бою одержал боксер из синего угла. Чаараф Ашалаев, Россия. Это только первые достижения наших спортсменов. Соревнования продлятся до 16 октября. Тогда же состоятся финальные поединки и награждение победителей. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова